Всем привет, друзья! Саня здесь, и сегодня я расскажу о том, как я увеличил свой рост снова. Как вам было известно, у меня был рост 195 в 25 лет, а сейчас он 198. Но, в принципе, что неожиданного? Я тянулся всё это время и как бы хотел вырасти, поэтому оно произошло, то, что, в принципе, было задумано. Перед тем, как приступить к основным упражнениям, которые я хотел показать непосредственно в этом видео, я бы хотел немножко рассказать о том, что я делал кроме них, потому что очень важная часть является не только упражнение. Первым пунктом я бы хотел отметить питание, потому что это одно из самых важных составляющих вашего прогресса в росте. Если вы будете слишком толстым, вам будет намного сложнее набрать желаемые сантиметры, нежели наоборот. По поводу моего питания, я старался придерживаться 4-х разового приема пищи и пить не меньше 3 литров воды в день. Также дополнительно я принимал омега-3 и магний, о которых я говорил в своих прошлых видео. Если вы их не смотрели, пожалуйста, ознакомьтесь, там я более детально говорю о том, как я питаюсь и как нужно, в принципе, питаться для того, чтобы вырасти, да и, в принципе, чувствовать себя лучше. Ребята, верьте или нет, но пунктом номер 2 является то, что когда я видел турник, я постоянно на него взбирался, чтобы потянуться. Оно так работает. Если вы тянетесь постоянно, это не та растяжка, о которой вы пишете мне в комментариях, что балерины постоянно тянутся, гимнасты постоянно тянутся. Это другая растяжка. Это надо чувствовать. Надо постоянно хотеть вырасти. Тогда у вас это получится сделать. Я запрыгивал на турник, делал около 10 повторений, после чего я просто висел. Давал телу возможность вытянуться. Тем самым я чувствовал, как позвоночник удлиняется. Или это я, может быть, просто себе внушал так. Но я рассказываю уже, что конкретно делал я. Может, вы будете тоже так визуализировать, и у вас получится, как это получилось у меня. Честно говоря, я записываю это видео после того, как много людей в комментариях написали, что свой рост увеличить нельзя. Это звучит максимально странно, и я полностью не согласен с этой теорией, потому что я старался это сделать, и я считаю, у меня получилось. И даже после 25 лет, когда мой рост составлял 195 сантиметров, а сейчас он составляет 198, разве это не доказательство? Некоторые напишут обратно, что ты просто вытянул свой позвоночник. Но камон, друзья, сколько можно уже вытаскивать свой позвоночник? И, получается, я вытянул его еще раз. Получается, там был еще потенциал. А почему этого потенциала нет у вас, вы думаете? Дальше мы поговорим о визуализации. Мы должны постоянно представлять, что мы растем перед сном, после того, как проснулись, если это самая главная цель для нас. Мы должны постоянно об этом думать, чтобы это произошло, чтобы мы делали какие-то определенные шаги, чтобы цели добиться вот этой поставленной. Если вы будете достаточно замотивирован и делать все то, что от вас полагается, то есть постоянно тянуться, есть правильные продукты, не бухать, не курить, у вас будут правильные действия и, соответственно, результат. Более детально о всех аспектах, которые влияют на ваш рост, которые нужно делать, я говорил в своих прошлых видео, это я делал и сейчас, пожалуйста, ознакомьтесь с ними. И чтобы не затягивать это видео и сфокусироваться конкретно на комплексе упражнений, пожалуй, приступим. Итак, друзья, перед тем, как приступить к комплексу упражнений, обязательно делаем разминку, которую я вам сейчас покажу. Все упражнения с данного комплекса не являются новыми. Если вы смотрели мои прошлые ролики, они, так сказать, более модернизированы. В них учтены все недочеты прошлых программ и представлены те упражнения, которые непосредственно делал я за последние два месяца, чтобы увеличить свой рост. Начинаем нашу разминку с поворота в шею. Вправо пять раз, плечи опущены, спина прямая и влево, тоже пять раз. Дальше разминаем плечи, руки на ногах, пять раз вперед, пять раз назад. Дальше идут локти, спина прямая, вперед-назад не заваливаемся, по десять раз вперед и назад. кисти. Это делается для того, чтобы избежать травм. Ну, вся разминка наша. Друзья, забыл упомянуть, если вам дискомфортно сидеть вот в этом положении, это не обязательно делать разминку в этом положении. Мне просто так удобнее. Вы можете сесть, как вам удобно, допустим, вот так, и делать повороты шеи так же, как и плечи. Это не проблема. В следующем упражнении нам все же придется сесть в такое положение, чтобы потянуться вперед. Ну, я думаю, это несложно будет. Тянемся вперед, при этом руками вперед, а копчиком назад. Голова расслабленная, лежит на коврике. Поднимаемся, максимально выгибаемся в грудном отделе. Голова свисает полностью расслабленно. Таз подтянут. Становимся на пальцы ног. И становимся собакой мордой в пол. И стоим так пять дыханий. Пять вдохов и пять выдохов. Голова полностью свисает. Она расслаблена. Грудной клеткой тянемся к ногам. Дальше опускаемся на колени. Выгибаемся назад. Максимально головой тянемся к тазу. Только не делайте вот так. Это очень важно. Мы должны вытягиваться всей спиной. От копчика до макушки. Тоже пять дыханий. После чего мы садимся. И тянемся обратно вперед. Чувствуем, как наша спина растягивается в этот момент. Пять дыханий. Опустились. Таз подтянут. Спину максимально вверх. Толкаем руками пол. Вот так не стоим. Чувствуем, как спина вытягивается. Как руки вытягиваются. Дальше становимся на носке. Собака мордой в пол. И тянемся. Пытаемся дотянуться грудью к ногам. Голова полностью расслаблена. Дышим глубоко, уверенно. Садимся. Голову назад. Плечи опущены. Стараемся прогнуть максимально в спине. Садимся на пятки. Тянемся вперед. Еще этот круг мы сделаем один раз. После чего приступим к следующему упражнению. Выгибаемся. Голова свисает, как только это возможно. Таз максимально подтянут. Руки полностью прямо. Толкаем пол. Дышим. Перед дыханием. После чего встаем. И стремимся коснуться грудью коленей. Я знаю, что у вас не получится. У меня тоже вряд ли у кого-то в таком положении получится. Но мы стремимся. Но мы стремимся. Итак, следующее упражнение. Мы протягиваем ноги вперед. Руки ставим назад. И выгибаем грудную клетку назад. При этом плечи опущены. Грудной клеткой тянемся под 45 вверх. Руки стараемся полностью держать прямыми. Дальше мы ложим живот на ноги. Опускаем голову вниз. И растягиваем при этом спину. Прогнулись. Ноги ровно. Носки на себя. И как бы руками выталкиваем себя вверх. И грудью тянемся вверх. Максимально сильно сжимая при этом спину. Пять дыханий. Дальше мы тянемся вперед. Если у вас не получается ноги держать ровно, это не проблема. Можете их больше согнуть. Если получается, можете их больше разогнуть. Пять дыханий. Вернулись. Дышим. Вытягиваемся грудью вверх. Руками толкая пол. Пять дыханий. И тянемся вперед. Мы в этом упражнении должны прочувствовать не бицепс бедра, а спину. Как она растягивается. И шею. Следующее упражнение. Мы подтягиваем одну ногу. Упираем ее в бедро. Второй рукой тянемся к другой противоположной ноге. К той же ноге. Вот. Тянемся. Вы должны прочувствовать, как у вас растягивается сейчас бок. Вторая нога. Плавненько сначала зацепились за пальцы. Потом, если позволяет растяжка, взялись второй рукой. Если у вас не получается взяться за ногу, можете делать вот так. Суть в том, чтобы вы растягивали бок своей спины. Дальше мы меняем ногу. Меняем ногу. Звучит как-то странно. Меняем ногу. Но все же. Тянемся. Чувствуем, как у нас вытягивается бок. Дыхание прошло. Поменяли. Пытаемся положить живот на ногу. Я представляю в каждом движении, что я расту. Потому что это моя цель. Не надо мне сейчас говорить, что гимнасты делают растяжку и балерины. И они невысокие. Камон. У них цели другие. Они не хотели никогда увеличить свой рост. Хорошо. Хорошо. Итак, следующее упражнение. Мы стоим. Ноги на ширине бедер. Руки возле ног. Пытаемся положить живот на бедра. Голову опустить и расслабить. Обратно же. Чувствуем, как у нас растягивается спина и шея. Далее делаем медвежьим шагом. Подходим вперед. И становимся вот в эту позу. Собака мордой в пол. Ваша любимая наверняка. Постояли. Шаг назад. Тянем спину. Три вдоха-выдоха. Пошагали вперед. Прогнулись. Старайтесь пятки раздвинуть во внешнюю сторону. Пошагали обратно. Висим. Голова расслаблена. Три вдоха-выдоха. Пошли вперед. Можете попружинить, почувствовать ваше тело. Не надо, как робот, механично выполнять мои упражнения. Чувствуйте, как вам удобно. Чуть-чуть уже, чуть-чуть шире руки. Но здесь голову расслабляем. Ноги пытаемся выровнять и коснуться животом бедер. В следующем упражнение мы выгибаемся вперед, как только это возможно. При этом поясница остается в том же положении. Плечи максимально выворачиваем вперед, голову опускаем вниз. Дальше плавно поднимаемся вверх. Беремся за пятки и поднимаемся вверх. Грудью стремимся вверх. Дышим. Голова свисает, плечи опущены по соотношению к телу. Плавненько садимся на пятки. Выгибаемся вперед. Дышим легко, непринужденно. Плечи стремятся... Стремитесь вообще сложить плечи вперед перед собой. Но это делайте легко. Без лишних сверхусилий. И выгибаемся назад. Грудную клетку тянем вверх. Становимся, так сказать, в позицию так называемого лука. Голову опускаем назад. И тянемся. Дышим. Свободно, легко. Пять вдохов-выдохов. Садимся на пятки плавненько. Руки на бедра. И складываемся вперед. Дальше плавненько руки перемещаем на пятки. И делаем еще раз это движение. Плавненько садимся на пятки. Отдыхаем 10 секунд и продолжаем. Обязательным упражнением, которое я уже привык делать постоянно, есть забрасывание ног за голову с березки. Но сейчас я его немножко модернизировал и делаю по-другому. Сейчас покажу как. Мы садимся. Поднимаем ноги вверх. Стоим в березке. Три вдоха где-то, выдоха. Плавно опускаем ноги назад. Одну руку. Вторую. Ловим ноги. Стоим. Три вдоха. Пытаемся выровнять. Дальше мы ложимся. И тянемся вперед. Три вдоха, выдоха. Поднимаемся в березку. Опускаем ноги чуть-чуть назад. Одну руку назад, вторую. Ловим ноги. Поднимаем вверх. Опускаем. Тянемся вперед. В березку. Назад. Одну руку. Вторую. Ловим ноги. Можем их опустить. Так будет еще больше растягиваться спина. Максимально придвинуть колени. Теперь мы их делаем ровно. Максимально шагаем вправо. Как только это возможно. Дальше перешагиваем влево. Держим левой рукой. Как только это возможно, чтобы сохранить такое положение. Поднимаем ноги вверх. Ловим руками. Опускаем в пол. И растягиваемся. Голову пытаемся максимально расслабить. Последняя поза, самая важная. Мы должны две минуты просто полежать на коврике в позе шавасана. Моя любимая поза. Я уверен, что многие из вас ее любят не меньше, чем я. Ложимся на коврик. Принимаем удобное положение. Руки на удобном расстоянии от тела. Ноги тоже. Голову вытягиваем. Ложим, как нам удобно. Руки полностью расслаблены. Ноги расслаблены. Корпус расслаблен. И голова тоже расслаблена. Мы фокусируемся на дыхании. Впускаем энергию, так сказать, в наше утро. Мы зарядились, мы вытянулись, мы сделали все то, что должны, для того, чтобы увеличить наш рост, исправить осанку. Я рекомендую делать этот комплекс каждый день, в течение двух недель, после чего вы две недели просто ничего не делаете. Без учета того, что вы должны висеть на турнике. На турнике вы можете висеть хоть каждый день. Просто дышим и пытаемся расслабиться. Думаем о том, как мы становимся выше и выше. Вот такой вот комплекс упражнений я делаю каждый день. Он у меня занимает в районе 10 минут. После чего я иду кушать и отправляюсь на работу. Под конец хотел бы ответить на самые часто задаваемые вопросы в комментариях под прошлыми видео о росте. Этот комплекс упражнений предназначен для растягивания спины. Будут ли у меня короткие ноги, а спина длинная? Я буду выглядеть странно, как из мультика гадкий я. Мой ответ нет. Если вы вытягиваете спину, руки и ноги будут расти по инерции. Когда лучше всего делать комплекс упражнений вечером или утром? И как долго его нужно делать? До конца ли жизни? Лучше всего комплекс упражнений для роста будет заходить утром. Две недели каждый день вы делаете его. Потом две недели отдыхаете от вот этого вот комплекса. Не считая растяжки на турнике и питания, которое вы должны придерживаться всегда. Ну, имеется в виду правильное питание, где вы не будете зажираться, есть хорошую еду и, соответственно, повысите вероятность того, что вы можете увеличить ваш рост. Я так много говорю, увеличить ваш рост, что это звучит уже немножко странно. Но все же, ребята, которые делают мои комплексы упражнений регулярно и уже увидели свой первый прогресс в 3, 5, там даже 10 сантиметров было, я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что доверились мне. Дальше больше, как говорится. А для тех, кто пишет, что я делал этот комплекс упражнений, но у меня ничего не увеличилось, ну, имеется в виду рост, но хочется сказать, если ты делал только мой комплекс упражнений, при этом не соблюдал питание и всех тех пунктов, о которых я говорил в своих прошлых видосах, то неудивительно, что ничего не получилось. Все в комплексе даст тебе нужный тебе результат. Питание, визуализация, растяжка и я придерживаюсь определенного плана тренировок в тренажерном зале. Может быть, это тоже как-то повлияло. Если вы хотите увидеть мою программу тренировок в тренажерном зале, потому что я делаю только те упражнения, которые помогают мне увеличивать мой рост, или хотя бы не препятствовать его уменьшению, либо становлению на месте, то тогда напишите в комментариях слово «зал», чтобы я сделал отдельное видео о том, как я тренируюсь в зале, чтобы рост не затуплялся, а только прогрессировал. Я надеюсь, обо всем рассказал, ничего не забыл. Если что-то забыл, задавайте мне вопросы в комментариях, я постараюсь на них ответить. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. С вами был Саня. Увидимся в новых крутых видосах. Пока!